Доброе утро! Доброе утро! Дальность у пациентов с кардиогенным шоком растет, и растет она и в разных подгруппах по возрастам, и у пациентов и с применением механической поддержки, и без применения механической поддержки. С чем это связано? Это связано в первую очередь с тем, что пациенты становятся все тяжелее, их становится, во-первых, все больше, а во-вторых, они становятся все более тяжелыми. Мы дольше позволяем себе этих пациентов лечить, вести, даже с тяжелыми формами сердечной недостаточности, они не быстро погибают, а долго-долго болеют с этой сердечной недостаточностью. И как терминальный этап это тяжелая сердечная недостаточность, острая сердечная недостаточность в том числе, и пациент, соответственно, поступает уже в крайнейшем состоянии, с большим багажом анамнеза и сердечной недостаточности, и, соответственно, уже намного тяжелее справляться с острыми формами сердечной недостаточности в данной ситуации. Касаемо классификации кардиогенного шока, в 2019 году был опубликован документ Общества эндоваскулярных специалистов по классификации шока для упрощения подхода и понимания, на каком этапе нам нужно включаться в плане механической поддержки. Было выделено 5 групп по стадиям кардиогенного шока. Зона А – это пациент, просто находящийся в зоне риска для развития кардиогенного шока, но без клиники симптоматики кардиогенного шока. По сути, это любой пациент с инфарктом миокарда. Класс Б – это уже начинающийся шок, мы фиксируем у пациента гипотензию или какую-то тахикардию, но при этом без гипоперфузии, то есть нет еще явной клиники, то есть основных гипоперфузионных проявлений шока. Следующий момент, да, С-класс – это классический шок, гипоперфузия, которая требует активного вмешательства, именно инотропы, воздопрессоры и уже мы здесь переходим к механической поддержке и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Ну, собственно, дальше это все только тяжелее, только сложнее и по сути заканчивается все уже сердечно-легочной реанимацией, то есть вот Е-стадия, да, это проводящаяся сердечно-легочная реанимация. Вот нам нужно с вами не упустить тот момент, когда пациент переходит из класса В, класс С, да, то есть когда он переходит из просто гипотензии, да, казалось бы давление 90, вроде бы для пациента его рабочее, да, но при этом уже он начинает становиться мокрым, холодным и, да, переходит уже в классический шок, и когда нужно уже, собственно, нам задумываться о том, не нужно ли нам с вами прибегать к механической поддержке кровообращения. В плане, в принципе, шока при остром инфаркте миокарда конкретно, да, тоже нужно понимать, что есть совершенно разные формы шока и, соответственно, совершенно разные методики подхода, и не всегда мы с вами будем прибегать к механической поддержке. Первый вид, самый, ну, благоприятный иногда бывает, да, в плане разрешения, это аритмогенный шок, когда мы видим у пациента желудочковое нарушение ритма, и здорово, если оно купировалось сразу, да, но, к сожалению, не всегда такое происходит. Иногда это рецидивирующие тяжелые желудочковые нарушения ритма, деприлляция желудочкового, желудочковая тихикорзия, которая беспрестанно, да, рецидивирует, и в конечном счете тоже приходится прибегать в некоторых случаях к механической поддержке, если эти нарушения ритма гемодинамически значимы. Далее, вагусный, да, или рефлекс бисольда яриша, это второй тип шока, на мой взгляд, довольно благоприятный, развивается он, да, в связи с поражением нижней стенки левого желудочка, в связи с тем, что там находится большое количество вагусных рецепторов, и развивается самая натуральная вагусная реакция, то есть активация парасимпатических рецепторов, вазотилитация, относительная брадикардия и гипотония. То есть мы с вами видим на пленке брадикардию с частотой сердечных сокращений порядка 50, а иногда и меньше, да бывает и 30, и 35, но чаще всего это все-таки синусовая брадикардия, да, то есть мы с вами не видим полные поперечные блокады, да, или там блокады 2 к 1, мы с вами видим все-таки синусовую брадикардию и гипотонию. Разрешается все очень быстро после введения атропина. Следующий тип шока – это гиповолимический, и при инфаркте миокарды это в первую очередь относительная гиповолимия, да, то есть на фоне снижения ОЦК, на фоне того, что левый желудочек нам дает меньший выброс, при еще не таком массивном поражении даже может миокарды это происходить, при этом все равно это очень досказывается на гемодинамике и всего лишь одной инфузии, например, одного плакона, да, каких-нибудь ионных растворов или хотя бы даже физиологического раствора, может ситуацию исправить и давление повысить. Механический шок – в первую очередь это механические осложнения, связанные с инфарктом миокарда, разрыв, да, то есть разрыв сосочковых мышц, наружный разрыв, это все будет относиться к механическим типам кардиогенного шока. Гидрогенный, ну, некоторые, да, специалисты его выделяют, некоторые не выделяют, но тем не менее мы все равно бывает сталкиваемся, когда у пациента развиваются признаки гипоперкузии на фоне какой-то массивной, да, гипотензивной терапии, на фоне терапии нитратами, нитроглицерином, по скорой помощи, да, в больших дозах иногда бывает нитроглицерин. У пациентов с инфарктом миокарда, да, приезжает пациент с инфарктом, с низким давлением и вдруг оказывается, что пациенту убедено 7 или 8 доз из-за кета под язык. Не могу объяснить, чем бывает связано, но тем не менее вот такие дозы высокие тоже, к сожалению, случаются. Ну и принципиальный момент по бета-блокаторам, да, бета-блокаторы у пациентов с массивным инфарктом миокарда, который уже с гипотонией, введение бета-блокаторов может стать той самой критической точкой, которая приведет к еще ухудшению состояния, к ухудшению гемодинамики и развитию уже полноценного кардиогенного шока. Да, на что стоит обратить внимание, на терапию пациента, это бета-блокаторы, ингиби-терапия, нитраты, мочегонные и антагонисты кальция. Ну и последним пунктом истинный кардиогенный шок, да, с преимущественным поражением белого желудочка и с преимущественным поражением правого желудочка. Мы можем отдельно разделить эти два типа, потому что они будут принципиально различны по своему течению и по динамике. Касаемо лечения пациентов с инфарктом и с кардиогенным шоком, истинным в первую очередь, да, кардиогенным шоком мы сейчас будем с вами говорить, препараты, да, прекрасно, замечательно, много различных средств использовано. Сейчас мы перейдем к своей механической поддержке, но это совершенно не отменяет ЧКВ. И результат ЧКВ, и кровоток после ЧКВ в первую очередь. Кровоток после ЧКВ оценивается по шкале теми Flow Grade, и, соответственно, мы с вами видим или плохой результат, то есть от нуля до единицы. Это совсем не значит, что это доктор, да, как-то не так что-то сделал, а, к сожалению, бывает такой массивный тромбоз массивнейший с окклюзией коронарной артерии, которую разрешиться никак не способны, не может. И даже несмотря на вмешательство, несмотря на имплантации стентов, тромбоаспирации и так далее. Поэтому, к сожалению, такой результат ЧКВ тоже возможен. И у этих пациентов наиболее высокий риск летального исхода. То есть для нас с вами, да, очень критическую роль будет играть то, как хорошо получилось выполнить тревоскуляризацию, то, какой кровоток конечный после окончания процедуры. Переходя к рекомендациям европейским и тому, что там сказано по механической поддержке. К сожалению, нету отдельных рекомендаций по острой сердечной недостаточности. Есть консенсусы, которые выпущены американским обществом и отдельные документы, выпущенные европейским обществом. Но, тем не менее, вот цельных конкретных рекомендаций нет. К сожалению, в основном это обусловлено небольшой доказательной базой в связи с тем, что пациентов, к сожалению, таких, в общем, крайне мало. И создать реальные большие рандомизированные исследования, в которых были бы сопоставимые группы, довольно тяжело. Поэтому основные моменты полумеханической поддержки в основном содержатся в рекомендации по инфарту, в том числе по инфарту с подъемом сегмента СТ. И там всего лишь вот таких три основных ключевых момента полумеханической поддержки. Первое – это то, что внутриортальный баллонный контрапульсатор должен быть рассмотрен у пациентов с гемодинамической нестабильностью и кардиогенным шоком, вызванным механическими осложнениями, обращаю ваше внимание, да, это 2А-класс, то есть может быть рассмотрен именно С, то есть класс заказательности С у нас с вами, то есть это мнение экспертов. Нет ни исследований, которые бы однозначно нам с вами сказали, что это будет лучше, нет никаких метаанализов. Следующий пункт – это кратковременная механическая поддержка может быть рассмотрена у пациентов с рекомендаторным шоком. И что же здесь подразумевается под кратковременной механической поддержкой? Это имплантирование чрезкожного устройства механической поддержки, которому чуть дальше с вами, да, перейдем, и ИКНО. Опять же смотрим, да, здесь у нас класс 2Б, то есть, да, мы можем с вами рассмотреть, не должны, а можем рассмотреть, и опять-таки это мнение экспертов, а не, да, конкретная большая доказательная база, к сожалению. Ну и третий пункт – рутинная контрапульсация не рекомендована. Третий класс показаний. Здесь акцент на слове «рутинная», да, то есть всем подряд пациентам с кардиогенным шоком не нужно ставить баллонные контрапульсаторы, только пациентам с механическими осложнениями. В первую очередь, конечно, это разрыв с источковой мышцами не отсюда. Ну и переходим с вами уже потихонечку к средствам, да, механической поддержки кровообращения. В первую очередь, самый простой и первый механизм, который, в общем-то, был создан, это внутриартальный баллонный контрапульсатор. Да, принцип его работы – это раздувание в диастолу и сдувание в систолу, и уменьшение как преднагрузки, так и постнагрузки, и он дает нам прибавку к сердечному выбросу. Пусть небольшую, но, тем не менее, для некоторых пациентов это критическая прибавка, которая может дать адекватную гемодинамику. Наблюдаем мы за такими пациентами с помощью кривой артериального давления, которая выводится на прибор непосредственно. Дальше мы с вами на клиническом примере увидим, как это выглядит. Можно синхронизировать по кардиограмме пациента, можно синхронизировать по кривой давления. Принципиально для нас то, что, первое, баллон заполняется гелием, и в случае каких-то дефектов это растворимый газ, который не даст какой-либо воздушной инвалии. Это раз. Второй момент – всегда нужно помнить о том, что этим пациентам нужна адекватная антикоагуляция. Эти пациенты ведутся на постоянной инфузии гепарина, в противном случае повышается риск тромбозов, и, как мы понимаем, это все-таки довольно длинный промежуток, в котором он стоит, до 40 сантиметров даже может быть сам баллон. И, соответственно, он может перекрывать какие-то крупные просветы со ссудов и вызывать их ишемию, особенно если нет адекватной антикоагуляции, плюс еще образование тромбов, эмболические осложнения. Поэтому любые механические устройства в поддержке гемодинамики всегда – это риск эмболии. Надо всегда об этом помнить. Что касаемо доказательной базы. Здесь одно из самых крупных исследований, которые были опубликованы по баллонной контрапевизации, это IBP-SHOCK-1 и SHOCK-2. Автор этих исследований основной – это Хольгер Тилия, главный врач коммерческой, по сути, клиники из Лейпцига. Который, в общем-то, большую часть своей жизни посвятил кардиогенным шокам. И что же получилось? Получилось в его исследовании при оценке первичной и конечной точки 30-дневной летальности. По сравнению пациентов, в котором проводилась баллонная контрапевизация, и не проводилась, по 300 человек было в группах. Достоверной разницы по летальности через 30 дней у этих пациентов получено не было. Это исследование в какой-то момент произвело довольно сильное впечатление, очень много резонанс вызвало в медицинском обществе. И дальше было уже длительное обсуждение на тему того, насколько адекватны и сопоставимы были все-таки эти группы. Потому что те пациенты, которым не требовалась контрапевизация, все-таки они были легче клинические и более стабильны, чем те пациенты, которым требовалась баллонная контрапевизация. Поэтому не приходится, к сожалению, говорить однозначно об этом исследовании, что мы берем за веру, что контрапевизация толку никакого абсолютно не дает. Когда начались различные поданализы, все-таки выяснилось, что те пациенты, у которых были механические осложнения, и в том числе разрывы сосочковых мышц, баллонная контрапевизация давала эффект и давала эффект по летальности. На основании этого, уже вот этих небольших документов, которые позже выходили, и вошел контрапевизация в рекомендации для применения у пациентов с механическим кардиогенным шоком. Переходим к более сложным устройствам. МПЛА – это насос такой, который заводится тоже через кожу, и он проходит из левого желудочка в аорту, и полностью работает, по сути, как насос. То есть часть, где красные стрелочки внизу, она кровь засасывает, а вторая часть, которая находится уже в аорте, где тоже красные стрелочки направлены вверх, кровь эту выбрасывает, то есть, по сути, заменяет, практически полностью протезирует функцию левого желудочка. Вот на видеозаписи можно посмотреть, через кожную имплантацию импелла, вот она заводится через бедренную артерию чаще всего, через аорту и погружается в левый желудочек, и, соответственно, помогает выбросу левого желудочка, дает существенную прибавку, и есть различного размера эти устройства, они есть, ну, по диаметру, если устройство смотреть там, начиная от 14 френч и заканчивая до 20 френч, 20 френч – это, по сути, те устройства, которые ставятся уже непосредственно в кардиохирургических операционных, потому что должен быть доступ к крупному сосуду. Те устройства, которые меньшим диаметром, они дают не такую прибавку, безусловно, к сердечному выбросу, но, тем не менее, они могут быть имплантированы через кожную, то есть быстро в условиях лентгеноперационной, и многим пациентам они могут дать существенную и разгрузку левого желудочка, и помощь по сердечному выбросу именно по кардиогенному шоку. О чем еще следует сказать? О том, что МПЛ применяется не только у пациентов с кардиогенным шоком, она применяется также и в случае через кожных коронарных вмешательств высокого риска, и может, соответственно, давать прибавку к кровотоку, и избежать момента резкого падения гемодинамики, например, если у пациента выполняется ангиопластика ствола левой коронарной артерии, да и баллоном полностью будет перекрываться просвет ствола левой коронарной артерии, это такой очень эпизод страшный в операционной, все ждут, что в этот момент что-то произойдет. Может произойти остановка кровообращения, может произойти рефракторная желудочковая какая-то аритмия, может произойти просто кардиогенный шок. Поэтому подстраховать себя можно использованием МПЛ, то есть проведение чекового высокого риска, возможно, с использованием МПЛ. В плане сравнения МПЛ и контрапульсатора, опять вот исследование МПЛ с 2017 год нам не дало сравнения с контрапульсатором, то есть не дало какой-то достоверной разницы по летальности. Опять-таки, всего лишь, смотрите, по 24 пациента, не так много, то есть тут явно не тысячи, не сотни тысяч, когда в обычных исследованиях кардиологических в плане использования препаратов, когда мы с вами видим огромную доказательную базу, когда на 10 тысяч их человек, когда получили сравнимые группы и показали достоверность препаратов. Здесь всего по 24 человека. Опять-таки, несравнимые люди по тяжести своего состояния, тяжести кардиогенного шока. Очень много, кстати, посвящается документов на тему того, что в разных исследованиях даже используют разные определения кардиогенного шока, да, то есть разные цифры давления или разные показатели. Поэтому все, опять-таки, да, к сожалению, после этого исследования тоже нельзя было однозначно сказать, что вот нет, мы не будем использовать ни контрапульсатор, ни МПЛ, потому что вот они неэффективны, да. Контрапульсатор у людей не показал, при сравнении с, условно говоря, с плацебо, не показал результат, а МПЛ не показал себя по сравнению с контрапульсатором. Значит, все без толку. Да, но на самом деле мы с вами все понимаем, что это не так, что нам пока, к сожалению, приходится, как слепым котятам, здесь решать самим, когда нужно ставить, когда не нужно ставить, и когда это действительно даст эффект. Из более простых устройств, да, к сожалению, МПЛ не зарегистрирована в России в настоящее время, используется только за границей, в Европе, и в России она попадает только в ход научных экспериментов. Другое устройство, которое в России зарегистрировано, это пульскат. В чем его отличие от МПЛ? Ну, как видите, по внешнему виду он сильно не отличается, но имеет принципиальное различие по работе. Если МПЛ дает постоянный, да, ламинарный ток, то есть из левого желудочка, просто вся кровь постоянно забирается и выбрасывается в аорту, то пульскат дает нам пульсирующий ток, то есть с каждым сокращением сердца он забирает, да, во время диастолы кровь и во время систолы вбрасывает ее в аорту, то есть он как бы более физиологичный. Но по нему пока еще меньше исследований, он более новая разработка по сравнению с МПЛ. По рекомендациям, да, если МПЛ можно ставить, там, оставлять у пациента на месяц, то пульскат не более чем на неделю пока по результатам исследований. Да, опять-таки не забываем, что все устройства вспомогательного кровообращения, механические устройства требуют антикоагуляции адекватной, в противном случае мы резко повышаем риски тромбозов и тромботических осложнений. К более сложным уже устройствам с вами переходим. Устройство Tandem Heart. Устройство Tandem Heart это, по сути, искусственный левый желудочек, который можно быстро и временно имплантировать пациенту. То есть, описаны, опять же, случаи до двух месяцев использования этого приборчика. Но дает нам, опять-таки, только лишь замену функции левого желудочка, забирает кровь из предсердия, выбрасывает ее в аорту. В плане осложнений механической поддержки кровотока смотрите, какие высокие проценты. Мы здесь с вами не говорим о 0,1 или 1% осложнений. Здесь огромные цифры. Сосудистые осложнения 32%, треть, по сути, пациентов. Неврологические 7%, инфекционные почти 30%, гемолиз до 71% и кровотечения в 20% случаев. Именно поэтому приходится очень часто и очень серьезно думать на предмет того, насколько целесообразно ставить тому или иному пациенту механическое устройство поддержки гемодинамики во время фарзиогенного шока, учитывая вот такое разнообразие различных осложнений. И, соответственно, мы подвергаем автоматически пациенту риску каких-либо осложнений. Вот что касаемо еще одной из таких исследований, это уже небольшой метаанализ. Но опять же, смотрите, метаанализ, который включил в себя целых 4 исследования, но при этом суммарно по этому метаанализу получилось 70 пациентов против 77 пациентов. То есть не получается все равно создать большую выборку пациентов. Сравнение контрапульсатора против других механических устройств поддержки гемодинамики. Здесь различные были устройства. В первую очередь это импела, ну и, в общем, другие тоже применялись. На что стоит обратить внимание? На то, что не было сравнения с пациентами, которые не получали какой-либо поддержки кровотока. И опять-таки достоверной разницы никакой не получилось. Ну и переходим к самому, да, уже сложному, но при этом самому, на мой взгляд, интересному. Это ЭКНО, да, экстракорпоральная мембранная оксигенация. Это то, что мы с вами используем только в самых крайних и тяжелых случаях, когда пациент уже, в общем, близок к остановке кровообращения. Что основное нужно понимать про, да, экстракорпоральную мембранную оксигенацию? Ну, в плане принципа, да, работы, венозная кровь забирается из предсердия. По сути, конюля заводится непосредственно в предсердие, правая, да, и забирается венозная кровь. Забираться может ее различный объем, то есть мы можем хоть полностью снять нагрузку на правый желудочек и забирать вообще всю венозную кровь, которая поступает. Можем забирать только частично, все зависит от того, какой нам необходим поток в аорту. Дальше кровь проходит через центрифужный насос, как бы ей придается ускорение, более высокое давление. Она проходит через оксигенатор, она получает необходимое количество кислорода через мембраны, да, мембраны эти все запатентованы, никто не знает, из чего они на самом деле состоят. Ну, по сути, это искусственная легкая, да, которая позволяет нам оксигенировать эту поступающую кровь. И дальше в артериальную конюлю кровь уже сбрасывается и идет в аорту. Артериальная конюля заводится обычно, ну, если мы говорим про периферический доступ, через бедренную артерию и заходит в аорту. Основной у нас самый высокий поток получается в область почек, ну и, соответственно, дальше уже по всей аорте кровь распределяется, да, и какой принципиальный момент обязательно нужно понять, это то, что кровь идет в противоток там, да, сердечному выбросу. То есть получается, что мы создаем лишнюю, да, постнагрузку для миокарда левого желудочка. Для нас с вами это принципиальный момент, потому что мы с вами говорим, да, в первую очередь о пациентах с поврежденным миокардом, а с пациентами с различными миокардитами, кардиопатиями, с инфарктом. Да, в любом случае, когда нам нужно замещение кровообращения, получается, что мы создаем еще дополнительную нагрузку на миокард. Ну, сейчас чуть дальше еще к этому вернемся. Принципиальный момент про ЭКМО. ЭКМО – это не лечение, да, ЭКМО – это лишь мост, который нам позволит к чему-то перейти. Соответственно, мы с вами от кардиогенного шока, который вызван, может быть, чем угодно. Это может быть как острый инфаркт миокарда, это может быть просто декомпенсация хронической сердечной недостаточности, да, или острая сердечная недостаточность на фоне, например, миокардита, декомпенсации кардиомиопатии, септическая кардиопатия. Сейчас очень много этому отдельно посвящено тоже работе исследований, то, что на сепсисе идет повреждение миокарда и вплоть до потребностей в экстракорпоральной миокардной оксигенации. И сюда же относится еще острая недостаточность кровообращения на фоне отторжения после трансплантации сердца. Сюда же относится и хроническая правожелудочковая недостаточность, тромбоэмболия, правожелудочковая недостаточность, по сути, с инструктивным шоком и посткардиотонный синдром. Каким пациентам еще мы можем помочь? Пациенты с остановкой сердца и с рефрактерными желудочковыми трехкартиями и другими желудочковыми нарушениями ритма. Мы этих пациентов берем на ЭКМО, но дальше нам нужно понимать, что мы с этим, да, мы должны немножко быть провиксами, мы должны понимать, что с этим пациентом мы будем делать дальше. Если мы видим, да, другой берег, если мы понимаем, на что мы с вами идем, только тогда, по сути, имеет смысл ставить ЭКМО. Поэтому, да, то есть если мы знаем, что этому пациенту возможно произойдет восстановление, да, ну, условно, пациент с острым инфарктом, это свежий инфаркт, прекрасно прошла рефскулиризация, все замечательно, но миокард гибернирован и первое время сохраняется кардиогенный шок. Мы прибегаем к ЭКМО до того момента, пока восстановится функция миокарда собственная. Да, мы не можем говорить о таком у пациентов, например, с декомпенсацией хронической кардиомиопатии. Мы с вами понимаем, что уже эта кардиомиопатия, она вряд ли куда-то разрешится, да, то есть восстановление миокарда в данном случае мы с вами не рассматриваем. Зато мы можем рассмотреть у таких пациентов имплантацию искусственного левого желудочка, да, это L-ВАДы и B-ВАДы, да, то есть есть и однокамерные, и есть двухкамерные, которые замещают работу желудочка. Ну, или в крайнем случае, да, если у нас нет такой возможности, к сожалению, в России, в Москве, да, в настоящее время эта программа еще пока не запущена по имплантации устройств, но тем не менее она запланирована в рамках шоковой программы, которая нам предстоит, и, да, то есть у нас все-таки есть шанс на получение искусственных левых желудочков. В некоторых городах России уже этим занимаются, но я бы не называла это словом активно, но тем не менее уже начали имплантировать. И, соответственно, то, что нам с вами еще остается, это трансплантация сердца или, да, комплекс сердца левого, то есть если это молодой пациент с хронической кардиомиопатии, которая сейчас вот пришла к своей декомпенсации, к сожалению, да, но при этом он в остальном еще сохранен, он может быть претендентом на трансплантацию сердца. Но как мы выяснили, что это не только молодые пациенты могут быть, это могут быть и пациенты более старшего возраста, и, соответственно, тоже мы прибегаем к трансплантации сердца. Да, то есть еще раз принципиальный момент в плане ИКМО, у нас с вами должен быть какой-то выход из ситуации, должно быть какое-то решение. Просто пациента ставить на ИКМО нельзя. Из этого у нас с вами следует большое количество противопоказаний, да, то есть если вы с показаниями там более-менее определились, да, то есть можно прибегнуть при кардиогенном шоке, да, ну, то есть и так, в принципе, довольно расплывчато, но тем не менее все-таки показания какое-то есть. Приходится тогда ориентироваться на то, да, кому мы точно не будем ставить, то есть противопоказания ИКМО. Если у пациента имеется тяжелое гипоксическое повреждение, то есть если шла реанимация более часа, или она началась более чем через 10, а по последнему, да, последнему консенсусу, который был опубликован, то 5 минут, то есть если 5 минут пациент находился без сердечно-логущей реанимации, и прошло больше 5 минут, то, скорее всего, ИКМО здесь уже не поможет. Если мы взяли анализ крови, да, в момент ухудшения состояния пациента и увидели, что там PH, да, то есть, ну, по сути, тяжелые декомпенсированные метаболические состояния, то есть высокий лактат более 15, если у пациента анурия уже больше чем 4 часа и PH менее 6 и 9, то это тоже, в общем-то, это противопоказание к имплантации ИКМО. Если у пациента имеется тяжелая необратимая патология легких, опять-таки, да, нежелательно, тяжелая сопутствующая патология, метастатический рак, тяжелые когнитивные нарушения, психиатрические расстройства, если у пациента геморрагический инсульт уже произошел, есть активный вирусный гепатит, ВИЧ и тромбоцитопения. Здесь в первую очередь мы говорим, да, об иммунодефицитах различных, то есть гепатит, ВИЧ, это будет противопоказанием в связи с тем, что большое количество, как мы с вами видели, инфекционных осложнений, такой пациент просто не справится с раной оксигенацией. Синдром Ириша может вызвать, да, трудности для имплантации канюликмо, но как бы для этого ВУПС можно сделать такую сносочку, да, то есть можно рассмотреть центральное подключение не через бедренные сосуды, не бедренную вену и бедренную артерию, а центральное подключение непосредственно к аорте и предсердию, да, то есть в кардиохирургической операционной, если есть такая возможность. Невозможность проведения антикоагулянтной терапии, опять-таки, в связи с тем, что мы с вами повысим сразу резко возможность тромбозов и эмболических осложнений у пациента. Тяжелая артальная недостаточность в связи с тем, что мы просто максимально с вами перегрузим белый желудочек, и это, к сожалению, приведет просто к остановке и не будет вносить смысл в принципе имплантации ИКМО. И расслаивающая аневризма аорта тоже, потому что мы с вами понимаем, что толку в этом никакого нету, мы с вами, скорее всего, только просто ухудшим ситуацию именно по раслойке, то есть она, скорее всего, просто дослоится и на этом все, к сожалению, закончится. В плане осложнений от ИКМО, опять видим с вами огромные цифры, да, сосудистые осложнения, это 30%, неврологические уже 13%, если у тех, да, механических поддержки было хотя бы 7%, то тут уже 13%, инфекционные до 20%, гемолиз до 20%, почечная недостаточность чуть ли не в половине случаев, да, по некоторым данным, и кровотечение опять-таки чуть ли не в половине случаев, да, то есть опять огромный процент, огромное количество осложнений. Всегда нужно понимать, что мы с вами идем на риск, что мы, да, не просто спасаем пациента, что мы еще и подвергаем его риску различных осложнений от ИКМО. В плане гепаринотерапии, в плане антикоагуляции адекватной, горячие споры вообще идут на эту тему, контроль гепаринотерапии, гепарин ли вводить или попробовать другой антикоагулянт, это первая тема для споров. Второй вариант, то, как контролировать гепаринотерапию, тоже множество разных споров на эту тему идет, да, то есть три основных параметра, которые, на которые мы можем ориентироваться в ходе гепаринотерапии, это уровень антидесятого фактора, это уровень ECT, да, и уровень АЧТВ. Сравнивали отдельно эти факторы, пытались контролировать одними, потом контролировать другими, переходить с одного на другой, параллельно ввести, да, контроль. На самом деле самый адекватный и точный метод именно гепаринотерапии, это уровень антидесятого фактора, да, но, к сожалению, это очень дорого, и даже европейцы, да, пишут в своих рекомендациях о том, что это очень дорого, поэтому мы не рекомендуем, как бы, да, рутинно измерять именно его, но если у вас есть возможность, то, конечно, замечательно, если вы меряете именно его и контроль ведете по нему. По сути, это прямая, да, то есть мы прямой контроль осуществляем гепаринотерапии. АЧТВ нам дает просто представление об коагуляции у пациента, и здесь уже множество факторов играют свою роль, да, то есть здесь и генетические факторы, здесь и другие факторы свертывания будут играть свою роль, поэтому, да, у пациента, у которого по контролю гепаринотерапии может быть все нормально, то АЧТВ может быть неадекватным, и мы можем принять какое-то не совсем правильное решение в плане уменьшения и увеличения гепаринотерапии, хотя на самом деле, если посмотреть, да, активность десятого фактора, то там немножко все по-другому и на самом деле все более правильно. Но, тем не менее, все-таки есть зависимость между этими показателями, и поэтому в основном во всех литературных пособиях идет контроль по АЧТ, он нам дает возможность контролировать именно цельную кровь, и, ну, не стоит забывать, что большинство все-таки наших пациентов, это пациенты с кардиогенным шоком, с инфарктом миокарда все-таки в настоящее время в России и в Москве, и эти пациенты, соответственно, чаще всего находятся еще и на дезагрегантной терапии, и активность десятого фактора нам не покажет, а что же там с агрегацией происходит, а ИСТ все-таки он частично нам демонстрирует и агрегацию, вот это именно звено, то есть агрегацию тромбоцитов, и таким образом мы с вами оцениваем в совокупности вот эту всю терапию, которую проводим, то есть по сути тройную у таких пациентов в первые дни чаще всего идет тройная терапия, антикоагулянт, аспирин и P2Y12-блокатор, и, соответственно, мы не можем с вами на самом деле ориентироваться только на десятые факторы, потому что у нас с вами еще есть эффект от антиагрегантов, вот ИСТ нам больше даст по этому поводу информации, и при контрольной цифре, какие для нас ИСТ, это от 180 до 220 секунд, это то, что мы с вами, да, наш целевой показатель для пациентов на механической поддержке кровообращения, вот что касаемо АЧТВ, в принципе, взаимозаменяемые, то есть можно контроль осуществлять и по АЧТВ, вот, но чаще в литературных данных все-таки мы встретим с вами и сети, а не АЧТВ. Вот сравнение, да, то есть многие исследователи задавались этими вопросами, в том числе от 21 года исследования, где сравнивали показатели, то, как они коррелируют друг с другом, и, да, то есть мы с вами видим, что есть однозначная корреляция между этими всеми показателями, и, соответственно, да, мы можем с вами, то есть корреляция, да, гудоза гепарина и АЧТВ, корреляция между АЧТВ и антидесятым фактором, то есть все это коррелирует, и мы действительно с вами можем спокойно ориентироваться на эти показатели и использовать их для контроля гепарина терапии. Как АЧТВ, так и сети, то есть не запрещается ни одно, ни другое, можно использовать все эти показатели. Переходя к следующему, да, ключевому моменту в экстракорпоральном, да, замещении кровообращения и ИКМО в частности, это ишемия конечности. Довольно серьезный момент, к сожалению, 3-5% у пациентов возникает такая ишемия конечности, которая требует в конечном счете ампутации, поэтому и в целом, да, довольно часто встречающиеся осложнения ишемии конечности просто довольно, ну, все-таки успевают чаще всего с ней справиться меньшими жертвами. Какие факторы у нас повышают риски для возникновения ишемии конечности? Ну, большие конюли, естественно, да, для ИКМО это могут быть вообще огромные конюли, это 24 френч звенозная конюля, 20 френч артериальная конюля, да, и эта конюля размером 20 френч может полностью прикрыть бедренную артерию и прекратить кровоток по бедренной артерии. Соответственно, это приведет, в конечном счете, к ишемии и кодекандрины, да. Помимо этого, какие еще факторы? Это высокие дозы норадреналина, которые могут приходить к периферическому вазоспазму, то есть мало того, что и так кровоток снижен, так еще и вазоспазм. В целом, гемодинамическая нестабильность, да, то есть даже если у нас на ИКМО не получается справиться с давлением, оно может начать снижаться и все равно будет гипоперфузия, все равно будет шок. И, да, какие-либо еще, заболевания, которые могут быть у пациента, то есть это различные псевдоаневризмы, это перфорации, это какие-то диссекции, да, ну и как осложнение просто пункции, то есть диссекция тоже может быть, это все тоже будет дополнительными факторами, которые могут ухудшить состояние по шемии ноги. В плане профилактики, что же с этим делать, да, как нам бороться с шемией ноги во время ИКМО? В первую очередь нужно выбирать конюли в пользу меньшего диаметра, но тут, к сожалению, все определяется тем, какой нам нужен целевой поток, да, то есть если мы можем с вами обойтись потоком там полтора или два литра, то, в принципе, можно выбрать конюли и поменьшего диаметра, да. Но если мы берем пациента, у которого, например, проводится сердечно-легочная реанимация и нам с вами нужно полностью, да, заменить его сердечный выброс, то, к сожалению, здесь маленьким диаметром не обойдешься. Второй момент – это имплантация дренажной конюли поверхностной бедренной артерии. Это то, к чему, в общем-то, все пришли и к чему все сейчас прибегают, то, что изображено на картинке, то есть интродюсер имплантируется в бедренную артерию поверхностную и подключается к артериальной конюли КМО. И у нас, получается, поток с вами идет, да, основной в аорту и маленькая конюлька, которая еще параллельно, да, то есть это может быть просто интродюсер, который крылоснабжает именно конечность. Следующий момент – это то, как мы с вами имплантируем, да, в одно бедро или в два бедра. То есть у нас с вами может быть венозная конюля имплантирована в правое бедро, например, да, артериальная конюля в левое бедро. Вот эта такая имплантация, она уменьшает риск и шимии конечности, потому что нет дополнительной компрессии артерии, да, вены и венозной конюли. Но этого тоже можно избежать, да, можно имплантировать и с одной стороны, но тогда лучше прибегать к комбинированному доступу, именно чрезкожному и хирургическому доступу. Последнее время в нашей практике, в практике нашего стационара мы, если это, да, возможно, если это тот момент, когда кардиохирург находится на рабочем месте, мы прибегаем все-таки к комбинированному доступу и хирургически открывается бедро и аккуратно уже под визуальным контролем мы заводим все конюли и, соответственно, мы прекрасно видим, что куда ставится, есть ли компрессия. Ну и, соответственно, да, основной фактор, который у нас с вами есть в плане и шимии конечности, это постоянное наблюдение и контроль перфузии конечности. Как мы это можем оценить? Это зрительно, мы можем просто посмотреть на ноги, если мы с вами видим, что одна нога белая и холодная, да, вторая нормальная и теплая и хорошо кровоснабжается, это уже, да, признак. Помимо этого мы обязательно ежесуточно, да, то есть каждый день должны проводить ультразвуковую оценку крупных сосудов и оценивать, да, во-первых, наличие гематон, а во-вторых, наличие, соответственно, и шимии, опять-таки, наличие кровоток в дистальных отделах артерии. Ну и помимо этого мы можем постоянно осуществлять оксиметрию, да, пульсоксиметрию в том числе с пальцев ноги и оценивать, насколько адекватно она перфузируется, тоже на этот показатель ориентироваться. Переходим к инфекциям и инфекционным осложнениям от экстракорпоральной мембранной оксигенации в плане антибиотикотерапии на ЭКМО, да, у пациентов. Тоже очень много этому работ посвящено. В плане ЭКМО, в принципе, исследований больше в связи с тем, что оно применяется в большем количестве случаев, да, это менее специфично, чем механические устройства в поддержке гемодинамики именно, там, да, как МПЛ или как баллонный контракусатор, оно применяется все-таки и при легочной недостаточности, да, и при дыхательной недостаточности, и при, по сути, любая кардиохирургическая операция, которая сопровождается искусственным кровообращением, это тоже самое ЭКМО, да, то есть ЭКМО, это как бы дочерняя производная от аппарата искусственного кровообращения. Соответственно, да, исследований здесь уже большее количество, и вот в плане профилактической антибиотикотерапии, что выяснилось, да, что профилактическая антибиотикотерапия может даже увеличивать витальность пациентов на ЭКМО, в связи с чем, да, в связи с тем, что мы с вами постепенно, верно, медленно движемся к, а иногда и быстро, в общем-то, движемся к полирезистентности микроорганизмов, и назначение антибиотиков профилактически приводит к тому, что приходится прибегать к большему количеству антибиотиков, получать большее количество осложнений уже от антибиотикотерапии, да, и если мы посмотрим на схему внизу, да, то есть конечные точки, продолжительность пребывания пациентов, которые получали профилактически несколько антибиотиков, была длительнее, чем у тех пациентов, которые антибиотики не получали, и результат даже, да, оказался чуть хуже, чем у пациентов, которые антибиотики не получали. В то же время выявление инфекции в ходе обследования этих пациентов и нахождения их в стационаре было примерно равнозначным, то есть достоверной разницы здесь полученной не было, все пациенты одинаково в какой-то момент раньше или позже заболевали какими-то инфекционными осложнениями в 30% случаев во всех подгруппах, и те, которые получали антибиотики, и те, которые не получали антибиотики. Вывод однозначный, что профилактическая антибиотикотерапия на ЭКМО проводиться не должна, исследования это показали однозначно, но мы с вами говорим про европейские центры, мы с вами обсуждаем немножечко другой подход ко всему, и в том числе, к сожалению, это и количество персонала, который ухаживает за пациентами, если мы говорим о пациентах на ЭКМО, в европейских центрах это один пациент, один сотрудник среднего медицинского персонала, то есть одна медсестра, и одна медсестра это уровень примерно российского врача, то есть я была на учебе в Германии и наблюдала за работой шоковых центров, и, к сожалению, там уровень среднего медицинского персонала далеко даже не сравним с нашим, и, да, то есть там медсестры могут самостоятельно собрать аппарат для работы гемодиализа и его настраивать, они могут менять параметры ЭКМО у пациента, находящегося на экстракорпоральной мембранной оксигенации, по результатам газового анализа, при этом, да, взять самостоятельно КСС, проанализировать его и поменять настройки экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это все медицинская сестра, не врач, да, то есть, ну, крайне высокий уровень, и, соответственно, соответствующий уровень стерильности, соответствующий уровень гигиены, и поэтому во всех рекомендациях, да, у европейцев первым номером стоит гигиена рук медицинского персонала, да, первым номером, это первое. Второе, контур ЭКМО должен быть максимально изолирован, то есть необходимо избегать забора крови из него, нужно избегать прерывистых инфузий в контур, и в контур ЭКМО допустимо проводить только постоянные инфузии, это вазопрессоры и инотропы, то есть мы с вами, да, по сути, только линию не меняем, меняем только шприцы на фоне постоянной инфузии, а вот это вот подключение капельницы, отключение капельницы не рекомендовано. Ну, еще раз, это мы говорим про контуры ЭКМО, да, это не про центральный катетер, не про периферический катетер, это про контуры ЭКМО. Есть просто опция, да, того, чтобы инфузии проводить там непосредственно у него. Следующий момент, да, в качестве дезинфицирующего средства для обработки всех соединений, контуры и мест функций рекомендовано использовать спиртовой хлоргексидин. Необходимо соблюдать строгую изоляцию от пациентов, которые могут быть носителями инфекционных возбудителей, тоже опять-таки, да, строгий момент, то есть такие пациенты в европейских центрах, они лежат прямо в отдельной палате, у них нет никаких соседей, у них нет пациентов, которые поступили с острым коронарным синдромом, рядом лежащих, то есть они изолированы строго, и медицинский персонал исключительно практически стерильный, к ним подходит. Ну, и помимо этого, конечно, стандартная профилактика вентилятора, ассоциированный к меммонии, то есть мы изголовье кровати на 35 градусов держим, и при возможности до 45 доводим, ежедневно проводим оценку готовности к экстубации, профилактику язвенной болезни, но для взрослых пациентов одной из профилактических мер таких является это ранняя трахеостомия, то есть по сути на вторые-третьи сутки уже экстракорпоральной мембранной оксигенации и перевод пациента на трахеостомию. Предпочтительно энтеральное питание, опять-таки, для профилактики транслокации бактерий в кишечнике, мы максимально быстро стараемся уйти от парантерального питания. Ну и еще один момент, да, это инфекции, которые передаются с центральным катетером и с мочевым катетером, да, тоже, опять же, мы ежедневно оцениваем возможность пациента отлучить от этих катетеров, чтобы не создавать лишний риск, лишний доступ для инфекции. Сравнение основных устройств механической поддержки гемодинамики здесь и КМО, и контрапульсаторы, и НПЛ, и Тандемфарт, да, основные, да, показатели, это поток, ну, безусловно, и КМО здесь лидер, он может создавать поток до 7 литров, ни одно устройство поддержки кровообращения такого потока нам не даст, да, но по сути это и самый сложный, самый такой сильный способ, да, поддержки гемодинамики. Условно говоря, там контрапульсатор при остановке кровообращения нам не даст абсолютно ничего, тогда как и КМО нам позволит пациента не потерять. Здесь же размеры конюль, да, то есть мы видим с вами, что у и КМО могут быть даже большего размера конюли, то есть, да, от 4 до 20 артериальные, от 14 до 20 артериальные и вот с 16, даже 15 до 24 веносными конюлямики. В то же время вот, да, контрапульсатор всего лишь 7-8 френчей, то есть баллон контрапульсатора мы можем даже, в принципе, на койке пациента заводить под рентген-контролем, да, то есть завели, сделали рентген, убедились, что метка стоит на том месте, где нужно, и успокоились. И КМО, по сути, тоже можно делать на, устанавливать, да, пациенту на койке, но если есть такая возможность, то лучше все-таки это делать в условиях рентген-операционной. Во-первых, лучше уровень стерильности, во-вторых, все-таки визуальный контроль, постоянная рентгеноскопия, под которой мы с вами увидим, как имплантируются конюли, что они там, где надо, и что у нас работает все правильно. Вот, следующий момент, да, к чему мы переходим, это сравнение КМО с другими устройствами поддержки гемодинамики, механическими. Первые такие мета-анализы, которые были выпущены, да, это 2016 год, и мы с вами видим, что вдруг КМО нам показывает себя лучше, чем баллон контрапульсатора, но при этом не лучше, чем остальные, да, более сложные устройства поддержки гемодинамики, таких как импэла и тандем-пак. Ну, первый такой приятный звоночек, что все-таки какие-то устройства технической поддержки гемодинамики что-то нам дают, да, они все без трубы. Вот, и, соответственно, здесь все упирается в исследования 2010 года. Это, опять-таки, смотрим, да, всего лишь 46 пациентов. Опять, очень мало, да, очень мало, мало сравнений пациенты, но, тем не менее, все-таки хотя бы чего-то удалось добиться, да, то есть мы увидели, что ИКМО дает лучший результат по поддержке кровообращения, да, и по выживаемости дало результат больше, чем баллон контрапульсатора. Дальше сложнее еще, да, то есть просто ИКМО, просто контрапульсатор, да, мы до этого обсуждали, можно это все сочетать, причем сочетать по разным причинам, да, ну, первое, что приходит в голову, это если ИКМО просто не справляется, да, то есть мы поставили ИКМО, а давление все равно низкое, и тогда мы ставим контрапульсатор дополнительно. Или наоборот, поставили контрапульсатор, контрапульсатор работает, но не дает значимой, да, поддержки гемодинамики, и приходится дополнять его ИКМО. Но есть еще одна ситуация, да, когда ИКМО дает слишком серьезную перегрузку левого желудочка. Смотрим, мы перейдем. В итоге по результатам, да, вот одни из первых тоже результатов, которые в этом плане были опубликованы в 2018 году, да, пациентов ИКМО в сочетании с контрапульсатором давало лучшую выживаемость, чем у тех пациентов, которым было имплантировано только ИКМО. О чем сразу, да, стоит сказать про ИКМО, про время имплантации, да, то есть у нас с вами пациент с кардиогеном шоком, который развился на остром инфаркте миокарда. Ну, по всем нашим, да, стандартам, по результатам ФИТСТЕМИ известному, у пациентов любое повышение, да, ну, времени до раздутия баллона, да, и проведение ревоскуляризации увеличивает летальность у пациентов с острым инфарктом миокарда. Как же нам тогда быть, да, если пациент уже поступит с шоком? То есть нам сначала сделать ангиопластику и потом поставить какое-то устройство механической поддержки гемодинамики? Или все-таки гемодинамика важнее? Ну, а тут уже помогли исследования, в которых, в общем-то, первое, да, это, по сути, даже был как бы абстракт, да, то есть на Конгрессе доложены небольшие результаты своего исследования в 2016 году, которое показало, что выживаемость у тех пациентов, которым ставили ИКМО до ЧКВ с терминальным кардиогенным, рефракторным, по сути, кардиогенным шоком, выживаемость у этих пациентов была лучше. Это было первое исследование. Сейчас уже вот вышел метаанализ 21-го года. Результаты по нескольким исследованиям, и он тоже нам показал, что у пациентов, да, у которых изначально, да, ИКМО ставилось до ЧКВ, достоверно результат был лучше и выживаемость была лучше. Но опять же здесь, да, тоже обращаю ваше внимание, что результат ЧКВ все равно, мы его результаты не умаляем, да, то есть чем тимметрия, да, то есть хороший кровоток по коронарной артерии после ревосклеризации, все равно это тоже серьезный определяющий фактор для прогноза. Итак, про перегрузку левого желудочка, да, клинически это отек легких и рефракторная желудочка, это эхикардия. По данным инвазивного мониторинга, это прогрессивный рост диастолического давления в легочной артерии, давление заклинивания и отдельные факторы по ЭКГ. Это рост КДР, увеличение давления наполнения левого желудочка, спонтанное эхоконтрастирование тромбоз полости и, ну, по сути, да, артальный клапан у таких пациентов открываться перестает. То есть это может привести в итоге к тромбозу клапана. Да, если вот наше сердце, которое только вот начитая экстракорпоральной мембранной эксигенации выйдет таким образом, то через какое-то время у нас превращается это вот в такой вид. То есть у нас происходит перегрузка, камера левого желудочка начинает дилетироваться, тромбируется полость левого желудочка, развивается отек легких, у пациента по трубке может начать идти пена, входит даже до такого. И самый такой негативный момент – это тромбоз артального клапана. Если происходит тромбоз артального клапана, то, по сути, пациенту нет шансов на выживание, кроме как если ему трансплантируют комплекс сердцелёйки и то, если у него не случилось каких-то эмболических осложнений. Оно, к сожалению, наверняка случится. Как нам избежать этого? Как нам разгрузить левый желудочек? Есть вариант пассивной разгрузки, то есть мы можем добавить инотропы, такие как добутамин, например. Можем добавить контрапульсацию или выполнить пресервную сертостамину. В плане активной разгрузки – это уже более такие подходы хирургические, это имплантация импеллы, это хирургические имплантированные конюли для декомпрессии и чрезкожно имплантированные конюли для декомпрессии, которые будут отводить кровь из левых отделов, чтобы не вызывать такую перегрузку левого желудочка. По исследованиям, опять-таки, были опубликованы данные метаанализы, здесь уже цифры довольно серьезные, и сравнение методов разгрузки. По сути, добавление внутриотального баллонового контрапульсатора, даже самое простое, дает очень хороший результат. И достоверно мы видим с вами отличия по выживаемости у пациентов, у которых выполнялась разгрузка с помощью баллонного контрапульсатора. В то же время, посмотрите, на самом деле не было получено достоверности по общей точке для более сложных устройств поддержки гемодинамики и для пункций трансэптальных, если общую смотреть, то достоверности не было. Но вот если отдельное исследование посмотреть, в том числе, например, исследование В. Николаевича Попцова в 2014 году, то давал эффект все-таки трансэптальные пункции, и для устройств механической поддержки гемодинамики, таких как МПЛ, тоже вот от 2017 года исследование, тоже там была достоверная разница. Но другие исследования этот результат, к сожалению, нивелировали, и поэтому общая конечная точка по этим исследованиям не получилась. Какие у нас есть еще варианты для проявления КНО, кроме инфаркта, кроме шок? Когда мы еще можем его использовать? Можно рассмотреть при терапии тромбоэмболизии облачной артерии у пациентов с абстрактивным кардиогенным шоком. Алгоритм у нас будет примерно такой, то есть мы у пациентов пробуем сначала импузии жидкости, пробуем тромболизис все-таки, и если несмотря на что у пациента у нас остается шок, или мы не можем, например, при этом тромболизису, теряемые противопоказания к нему, то мы можем перейти уже к веноартериальной МПЛ, и далее уже к рассмотрению хирургического вмешательства, тромбоэкстракции, как кадетерной, так и хирургической. Следующий момент в использовании экстракорпоральной мембранной оксигенации – это остановка кровообращения. То есть в настоящее время это входят в стандарты сердечно-легочной реанимации. В случае рефракторной остановки кровообращения, о чем принципиальный момент – это времена. То есть время до начала сердечно-легочной реанимации, если это больше пяти минут, то мы, скорее всего, уже время упустили. Причем это обязательно должна быть реанимация в присутствии, в присутствии свидетелей. То, как проводится непрямой массаж сердца, то есть исключительно качественный, квалифицированный непрямой массаж сердца должен проводиться. И если 15 минут нет эффекта от непрямого массажа сердца, то мы рассматриваем эту реанимацию, эту остановку кровообращения как рефракторную и должны рассматривать имплантацию дну. Имплантировано должно быть оно в течение 60 минут, в противном случае будет, к сожалению, уже непоправимый неврологический дефицит, с которым мы не справимся. Таким образом, у нас критериями включения для пациентов, кого мы будем проводить экстракорпоральную реанимацию, возраст менее 70 лет, начальный ритм – это фибрилляция желудочков, желудочков и тихитардия, остановка кровообращения при свидетелях, сердечно-лёгочная реанимация начата в течение 5 минут от остановки кровообращения и отсутствие спонтанного восстановления кровообращения в течение 15 минут с начала сердечно-лёгочной реанимации. Критерии исключения примерно в общем те же, что и для пациентов с кардиогенным шоком. Таким образом, алгоритм лечения кардиогенного шока, каким нам видится, он нам видится, включающим в себя в первую очередь дифференциальный диагноз, то есть нам нужно с вами сначала уточнить всё-таки механизм шока. Возможно, это просто битсольд-яришин, да, рефлекс, который мы с вами разрешим просто введением атрофины, и не нужно будет ставить никакие нейклонии контрапульсатора. То есть нам нужно прийти сначала к тому, что это всё-таки истинный кардиогенный шок. При этом должен быть адекватный ОЦК, то есть у нас не должно быть гиповолинии, то есть пациент должен получать адекватную инфузию. Мы должны начать с вами инфузию инотропов и вазопрессорных препаратов, и дальше уже ориентироваться по уровню артериального давления и по давности развития кардиогенного шока, да. Соответственно, если у пациента давление уже при поступлении низкое, да, или, например, уже довольно давно вся ситуация развивается, то необходима механическая поддержка гемодинамики сразу, по сути, да, до ещё проведения чрезкожного коронарного вмешательства. Если у нас более высокие цифры давления, да, и давность развития данной ситуации всё-таки не такая большая, то мы максимально быстро стараемся выполнить ревоскуляризацию, да, а если уже это нам не даёт никакого эффекта, то мы с вами рассматриваем переключение на механическую поддержку гемодинамики. Ну, а дальше мы уже с вами переходим, да, к вопросу о том, что же нам делать дальше, да, то есть восстановится сердце у пациента или мы трансплантируем сердце, или мы, да, перейдём к искусственному гемому желудочку, да, то есть ещё раз, у нас вот с вами три пути после экстракорпоральной мембранной эксигенации. Это трансплантация, это восстановление, это искусственный и искусственный левый желудочный, ну, или несколько левого желудочка. Если мы говорим с вами о восстановлении, то есть определённый алгоритм принятия решений о деканевляции, да, подробно не будем обсуждать, мы с вами рассматриваем, да, какие обратимые причины сердечной недостаточности у пациента есть, они вообще обратимы или нет, да, мы оцениваем стабильность гемодинамики, мы должны провести, да, оценку лёгкости, состояние лёгкочной ткани и оценку функций лёгких, пациент должен перенести тест на отлучение от ЭКМО, да, то есть мы максимально уменьшаем поток и смотрим, чтобы гемодинамика оставалась стабильной и оцениваем обязательно эхокритерии различные, да, то есть в том числе в практике выброса левого желудочка должна быть больше 20, по разным данным, больше 20 или больше 25%, мы оцениваем ВТА на аорте, да, мы оцениваем параметры колебания кальцио-метрального клапана, или можно провести, как вариант, да, как аналог, если, да, нет возможности провести такое глубокое эхоисследование, инвазивный мониторинг гемодинамики, оценить сердечный индекс, который должен быть более 2,4, да, тогда мы с вами можем рассмотреть деканюляцию. Не забываем про правый желудочек, да, правый желудочек мы тоже обязательно оцениваем, его функция должна быть сохранной, то есть как минимум она должна быть в практике выброса более 25%. Только вот проведя такой поступенчатый анализ, да, про вот этот алгоритм, мы с вами приходим к решению о деканюляции. Соответственно, если мы с вами не можем деканюлировать пациента, то мы уже переходим к рассмотрению других вариантов, это левожелудочковый обход, то есть искусственный левый желудочек, это, по сути, моторчик, который имплантируется пациенту, имплантируется непосредственно в верхушку левого желудочка и в аорту, он забирает кровь из левого желудочка и далее выбрасывает ее в аорту и, соответственно, по сути, замещает функцию левого желудочка. Возможно, различные варианты, возможно, замещение функции и правого желудочка, возможно, бивентрикулярное замещение, то есть мы с вами видим на левой картиночке два имплантированных насоса, один замещает работу левого желудочка, один работу правого желудочка. Опять-таки, чаще всего это все-таки не конечное, как в Европе он используется, это не конечный пункт, чаще это все-таки тоже бридж-терапия, то есть более долгая терапия именно мост, то есть до чего-то, опять-таки. То есть возможно произойдет восстановление, какое-то более долгое, или все-таки это будет трансплантация сердца, в Европе очень сложно с трансплантацией и по политическим моментам, по социальным моментам, поэтому потребность в искусственных желудочках намного высокая, в общем, у пациентов до принятия решения о трансплантации. В плане терапии у пациентов обязательно тоже должна быть антикоагулянтная терапия, и в чем вот отличие между последним поколением HeartMate, то есть это искусственный левый желудочек, HeartMate 3, последний момент он 3, он показал себя лучше вот именно по тромботическим осложнениям, по сравнению с HeartMate 2. Почему так получилось? Потому что он немножечко по другому принципу работает, и там сантрифужный поток крови, а не линейный ламинарный, который повышает риск тромбоэмболических осложнений. Тем не менее, все равно антикоагулянтная терапия должна проводиться, вот целевые показатели для пациентов, то есть у нас у них не только идет антикоагулянтная, но еще и антикоагулянтная терапия. проводится антикоагулянтная терапия варфарином, и при попытке пациентов дать им добегатран, к сожалению, привело к резкому росту тромботических осложнений, и это исследование было прекращено раньше времени, поэтому пока варфарин. Перейдем к клиническому случаю, пациент наблюдался в нашем стационаре, пациенту 63-х лет поступал с клиникой острого инфаркта миокарда передней стенки левого желудочка распространенным, такая эхокардиография на входе у пациента, обширные нарушения сократимости, стоящая по сути передняя стенка, переднеперегородочная, верхушка. Пациент взят на коронарографию, давление пациента к моменту перевода на коронарографию было порядка 80 мм ступного столба, то есть еще пока мы могли рассмотреть проведение начальной коронарографии, при проведении коронарографии мы видим следующую картину, у пациента субтотальное поражение стола левой коронарной артерии. То есть мы понимаем, что пациент уже находится в проведении шоке, у пациента предстоит ему чекало высокого места, и у пациента это субтотальное поражение в коронарной артерии надо заметить при окклюзии, хронической окклюзии правой коронарной артерии. Таким образом, нами было принято решение перевести пациента на экстракакаральную нейтральную инсибинацию, то есть начала охлаждаться генодинамика, во-первых, во-вторых, мы понимали, что предстоит чекало высокого риска с очень большим риском того, что пациент просто останется на столе. Было подключено икно, начинает экстракорпоральная мембранная оксигинация, как видите, сначала поток не такой большой был, порядка полутора литров, когда нам требуются более высокие потоки, то есть 4-5 литров, то есть это уже полное замещение своего сердечного индекса, и соответственно более высокие потоки. Здесь небольшая поддержка в виде полутора литров, и на фоне этого пациенту выполнено чрезкожное коронарное вмешательство, имплантированный стенд с хорошим эффектом. Тем не менее, у пациента оставались явления кардиогенного шелка, провозились инвазивные мониторинги гемодинамики, сохранялись высокие цифры давления заклиния легочной артерии и нарастали признаки отека лёгки. Естественно, в первую очередь мы рассматривали у пациента подверность, тем не менее, в ЭКМО и вазопрессованной терапии сохранялось. То есть, у пациента была таким образом диагностирована перегрузка левого желудочка и было принято решение о дополнении терапии экстракармальной мембранной оксигенации баллонового контрапульсатора. Пациенту на часа баллонового контрапульсатора вы видите оранжевая кривая, это кривая давления и вот эти высокие пики это прибавка, которую нам давал контрапульсатор по давлению. Он улучшал перфузию и коронарную и снимал высокую постнагрузку на левый желудочек. Преднагрузка снижается, она и на их мощь снижается, ну и контрапульсатор тоже это добавил. Таким образом, перейдя на баллонный контрапульсатор, нам удалось добиться стабилизации гемодинамики. У пациента стала повышаться фракция вывоза левого желудочка. По алгоритму нам удалось уйти сначала от ЭКМО и позже уйти уже от баллонного контрапульсатора. То есть у пациента все устройства были извлечены. Далее тяжесть состояния пациента определялась развитием двусторонней массивной пневмонии. пневмония была вызвана клипсиелой. Обязательно диагностика бактериологическая проводится. Пациентам на ЭКМО необходимо брать поселу крови, даже если у вас сначала нет подозрения на инфекционный процесс какой-либо. Двусторонняя массивная пневмония, массивная антибиотикотерапия проводилась пациенту. Ранняя трахеустомия и ранняя реабилитация. Пациенту несмотря на то, что он находился на искусственной вентиляции легких, он занимался реабилитологами, он самостоятельно питался, сам пил, сам ел, сам присаживался и постепенно нам удалось справиться с этой пневмонии. О чем тоже сказать принципиальный момент, это ранняя реабилитация, безусловно, то есть пациенты, которые просто лежат на кровати с подключенным уком, и к мой месяц его никогда не удастся поднять, чтобы он дальше нормально существовал. Важна ранняя реабилитация, чем раньше мы пациента приведем в себя, чем раньше он начнет сам есть, чем раньше он начнет присаживаться, вставать, тем быстрее нам удастся справиться с всей тяжестью этого состояния и всей ситуации и соответственно этого пациента спасти. У нас очень активно работает реабилитационная команда, все доктора, даже наши кардиологи, которые работают в блоке кардиоанимации, обучены реабилитации, они занимаются с пациентами, вплоть даже вот такого, то есть наш пациент, который практически два месяца провел в условиях отделения реанимации, пока проводилась реабилитация, разрешение пневмонии, и вот даже, несмотря на то, что он оставался кислородзависимым и периодически даже была потребность в азопрессорах, пациента вывозили на улицу, давали ему подышать свежим воздухом, то есть давали возможность быстрее прийти в себя, то есть здесь вы видите доктора лечащего, вместе с медицинским братом, медбрат держит кислород, от которого подключена назальная конюля к пациенту, и пациент находится на улице. Обязательно, и последним слайдом, я хочу отметить командность работы для пациентов с кардиогенным шоком, то есть пациенты с кардиогенным истинным кардиогенным шоком, это никогда не тот пациент, с которым справится один врач, или один врач одна сестра, это всегда командная работа, и только работая слаженно, командно и оперативно удастся добиться хороших результатов в работе, в том числе шоковых центрах и КМО-команд. И на данных фотографиях представлены наши команды, это по сути целый корпус больничный, мы все работаем вместе и слаженно, да, все эндовоскуляторы, да, на правой фотографии это командная работа в рентген операционный, это как раз комбинированная имплантация ЭКМО, то есть кардиохирургами нашими выполнен доступ, да, разрез по бедру и, соответственно, выделение сосудов, дальше эндовоскулярными специалистами уже выполняется имплантация непосредственно КНЮЛ и заведение КМО. С левой стороны такая же командная работа по удалению КНЮЛ наоборот, опять-таки, да, тоже мы видим здесь и реаниматологи присутствуют, и кардиохирурги присутствуют, везде на всех фотографиях мы видим большое количество людей. Да, даже вот в плане ухода за пациентами, которые находятся на вот экстракорпоральной мембранной всегенации, видите, какое количество людей требуется левый и нижний, да, рисунок, фотография, какое количество людей требуется, чтобы просто перестелить пациента, шесть человек, да, мы все должны понимать, что пациента очень сложно так перестелить, потому что он, во-первых, ему нельзя сгибать в конечности, да, то есть если мы сомнем ноги, то с большой долей вероятности произойдет просто разрыв какого-то клубного сосуда, и пациент моментально погибнет. поэтому это всегда очень большое количество людей, которые требуются для того, чтобы просто пациента хотя бы перестелить, не говоря уже, в целом об уходе, о реабилитации, да, о работе реабилитологов, это не просто, да, с пациентом работа в плане там сесть, встать, да, это массажи, это дыхательная гимнастика, это правильная диета, и то есть огромное количество деталей, с которыми, безусловно, один доктор, врач не справится. Ну и вот закончить тоже хотелось бы левая верхняя картиночка, да, это такой шажок в сторону нашего нового направления, это перевод пациента, который принес массивный инфаркт миокарда левого желудочка с, к сожалению, почти полной потерей функции как левого, так и правого желудочка, то, что это была массивная передняя желудочка в артере, которая кровоснабжала как левый, так и правый желудочек. пациент ревосклеризация, к сожалению, не дала хорошего результата по реперфузии, пациент был переведен на экстракорпоральную мебральную оксигенацию и далее он переведен в институт Шумакова, где ему успешно трансплантировано сердце. Так что эры шоковых центров у нас не за горами и надеюсь на более активную и частую работу такой команды именно уже междисциплинарной и даже межстационарной. Вот, собственно, весь доклад, вся рекция. Благодарю за внимание. Я, пожалуй, начну. Вопрос такой. Много разных девайсов, каждого там свои плюсы, свои минусы, исследования там не очень многочисленные. Вот представим себе такую ситуацию. Поступает пациент с кардиогенным шоком. У нас есть все. Там МПЛ, контрапульсат, контрапулятор, пульскат, тандемхарт. Ну, вот все есть. Вот что вы выберете, по какой логике и или, может быть, какую комбинацию выберете? Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, даже когда есть все, да, то есть это явно должно быть обдуманное решение. К сожалению, находясь вот на учебе в Германии, я столкнулась с таким вот подходом, когда есть все и мы будем ставить все. То есть пациенту имплантировать сразу автоматически и импела все сразу на кардиогенный шок без как бы размышлений на тему того, а нужно ли это, а можно ли обойтись одним, да, каким-то аппаратом или нет. Поэтому, безусловно, здесь самый определяющий момент это состояние пациента, да, это причина кардиогенного шока, это показатели эхокардиографии, да, и потребность в том или ином устройстве и как бы состояние пациента перед, ну, условно говоря, прямо вот на входе в реанимационное отделение, да, то есть каким мы его видим. Если это, тяжелейшее состояние, по сути, да, ближайшая реанимация, то, конечно, это сразу икмо, без там, да, коронарографии, без ангиопластики. Если это пациент, у которого тяжелейшая метральная регургитация, отек легких, да, и некупирующиеся, но при этом, да, какие-то умеренные цифры артериального давления мы можем обойти всего лишь баллонным контрапульсатором, да, если это отрыв сосочковой мышцы, мы можем обойтись баллонным контрапульсатором, да, если это пациент, у которого отрыв сосочковой мышцы и низкое давление, да, но при этом какая-то адекватная частота, нет там, срывов ритма, мы можем, да, прибегать к импели. То есть, безусловно, здесь нет однозначного ответа, да, что вот я однозначно взяла бы вот это. То есть это всегда какой-то алгоритм, всегда мысли. Спасибо, Полина Павловна. Вот еще такой вопрос. Сколько по времени может стоять материарционный баллонный контрпульсатор? Значит, по контрпульсатору информация такая, что если посмотреть по исследованиям, то ограничение такое условное – это две недели. Но при этом вот в условиях нашего стационара максимальная продолжительность баллонной контрпульсации была один месяц без тромбоэмболических осложнений. Да, спасибо. У вас тоже вопросы есть, да? Да, у меня есть вопрос. Полина Павловна, здравствуйте. Спасибо, было очень интересно. Есть несколько вопросов. Например, если вот кейс, который мы сейчас видели, если не получается убрать поддержку механическую, если не получается убрать Экмо или Имперу или какой-то другой девайс, что делать? Ну вот, мы видели, что сделали пациенту пересадку сердца. Насколько я понимаю, это не совсем рутинная ситуация. Какие можно еще вещи сделать в подобном случае? Ну, здесь, то есть мы прибегаем к алгоритму вот этому, да, то есть бридж-серапии. Нам нужно перейти на что-то, да, то есть нам нужно переключиться на какое-то устройство. Если нет возможности отправить пациента на трансплантацию, то это рассмотреть левожелудочковый обход. Но, опять же, для Москвы это пока, к сожалению, не так актуально. Несуществимо. Актуально-то актуально, да, просто. Актуально, да, но несуществимо. Как пока, несуществимо. Вот, но, на мой взгляд, то есть, опять-таки, мы упираемся с вами, да, в потенциал этих больных, да, то есть, условно говоря, если бы мы понимали, что у этого пациента, да, низкий риск того, что установится функция миокарда, да, и при этом он не кандидат для трансплантации, да, не кандидат для левожелудочкового обхода, то, к сожалению, здесь и продленная какая-то механическая коррекция кровообращения, это лишь просто продление, да, страданий пациента. Это, об этом всегда тоже нужно понимать, то есть, это всегда тоже тяжелое, на самом деле, решение. Но когда месяц просто, да, ну, условно говоря, да, тело лежит на искусственном кровообращении, но при этом, да, это не жизнь, то есть, тоже нужно понимать, что в этом смысла нет. А вот продолжение этого вопроса, а какой образ жизни может вести пациент с ЭЛВАДом, с обходом левого желудочка? Ну, с обходом левого желудочка, на самом деле, ну, разные есть, да, клинические описания, и вот в Российской Федерации пациент с самой длительной и продолжительной жизни с ЭЛВАД в настоящее время это живой пациент, который 3,5 года уже ходит с искусственным левым желудочком. У нас в России лево-желудочковые обходы пока что ставятся, в основном это все-таки как конечная терапия, то есть, как destination, то есть, это те пациенты, которым противопоказанная трансплантация сердца. Это очень небольшая группа пациентов, но, тем не менее, все-таки вот они встречаются, вот этот пациент, который вот 3,5 года, он живет с лево-желудочковым обходом, он живет полноценной жизнью, он работает, он путешествует, и у него нет ограничений по жизни. То есть, в общем, в какой-то степени этот способ продления вполне неплохого качества жизни пациентам, даже если мы не можем им сделать трансплантацию, то есть, это получается даже не всегда мост, а иногда просто, ну, какой-то праздник. Да, иногда это destination, и в России это в основном destination. Если в Европе это в основном bridge, да, то есть, мозг чинит от трансплантации или восстановления, то в России это в основном конечная точка. А, Полина Павловна, еще такой вопрос про искусственные сердца, artificial hearts. Можете как-то прокомментировать? Ну, это все больше получающее сейчас распространение, особенно тоже вот такие в Европе, да, и в Америке методика. Это, да, полноценная замена сердца целеповая. Вот, много экспериментальных разных разработок. Российская, кстати, разработка тоже есть. Вот Институт Скифосовского, они, по-моему, первую имплантацию провели в этом году, этого искусственного сердца российского. Вот, но пока никаких вот таких каких-то осознанных данных нет, кроме вот таких описанных клинических случаев. А ведь есть какое-то искусственное сердце, которое в ДИА даже одобрено? Ну, естественно, да, если они начали имплантировать, оно автоматически одобрено в ДИА, но это еще не значит, что есть рандомизированные исследования и результаты. То есть пока мы набираем данные? Ну, в общем, да. На этапе набора. Ждем, что с этим будет. Хорошо, спасибо вам большое. Ну, вот, наверное, может быть, у меня, по крайней мере, такой последний вопрос. Вот еще раз. Внутриортальный баллон и контрпульсатор, да, он все-таки, допустим, более доступен в разных клиниках, чем, ну, МПЛ вообще нет, ну, чем пульскат, чем, да, там, ИКМО и так далее. Кому ставим? Ну, мое мнение такое, что первое, это пациенты с отрионкой сосочковой мышцы, у которых не купирующиеся, а только легких, и которому мы, соответственно, покупаем либо операцию, да, либо мейтрал клип, либо замену метрального клапана, либо трансплантацию сердца в крайних каких-то случаях, да, но при этом у пациента должен быть, ну, относительно хотя бы стабильный ритм, да, то есть если у него фибрилляция предсердия с высокой частотой, например, да, то нет смысла ставить баллонный контрпульсатор, к сожалению, это не даст должного эффекта по гемодинамике. Это первый случай, да, второй момент, это пациенты, у которых, в принципе, отек легких, да, и, ну, скажем так, килип-3, да, то есть мы на грани кардиогенного шока, давление порядка, там, 90-100, но при этом есть отек легких, да, то есть есть, ну, нет отрыва сосочковой мышцы, то есть, по сути, да, функциональный отрыв сосочковой мышцы, на мой взгляд, это тоже та ситуация, в которой мы можем прибегнуть к внутриостальной малонной конпульсации. А если ничего нет, пациент в кардиогенном шоке, понятно, что ему нужна аэросклеризация, ставить или не ставить? Если выбор между тем, что поставить или не ставить совсем? Вот такое. Ставить. Ставить. Ну, то есть, если ничего нет, то мы все равно ставим, да, если нет альтернативы? Да. Я думаю, что да, потому что, ну, были такие, как бы, и парадоксальные какие-то, да, описания там случаев, когда, казалось бы, рефрактерный шок, да, и, ну, что здесь контрапульсатор, да, сделает, но при этом вот эти, там, 0,8 литра, которые он дает, давали пациенту возможность, там, дожить, да, ну, условно говоря, наш пациент предыдущий, которому, да, тоже был отправлен на трансплантацию сердца, у него был рефрактерный кардиогенный шок, без какого-либо отека легких, и благодаря баллонному контрапульсатору, на тот момент еще не было ни экмо, ничего, да, удалось пациенту довести, и до операционного стола, где смогли ему трансплантировать сердце. Спасибо большое, Полина Павловна. Если у нас есть время, я могу задать еще два вопроса. Поскольку у нас сегодня мы разговариваем про хроническую сердечную неостаточность кардиомиопатии, может ли быть такая ситуация, что пациенту с ХФПФ показана и, возможно, пересадка сердца или постановка какого-то оси издевайса с ХФПФ? Ну, если мы говорим про декомпенсированную, то мы будем говорить с вами про ЭКМО, да, а помимо этого, возможно... При обострении, при попадании в стационар с обострением. Да, если это мы говорим про Россию, да, если мы говорим про... Ну, давайте вообще попробуем. Вообще, в принципе, да, то возможно применение, да, и МПЛы, в том числе у таких пациентов, да, то есть если это тяжелая действительно декомпенсация, то механические устройства здесь точно так же можно использовать. Данных вообще нет, я бы так сказала, но единичные случаи для этого описаны. Поэтому, в принципе, возможно применение устройства. Ну, наверное, есть проблемы с допуском таких пациентов. Например, если нет диагноза или диагноз неясен, то едва ли возможно постановка девайса или трансплантация. Если диагноз неясен, то да, конечно. То есть нам, конечно, надо понимать, к чему мы опять-таки идем. То есть, условно говоря, если это пациент на трансплантацию, да, то есть какой-то диастолический, ну, болезнью накопление, условно говоря, да, то такие пациенты доживают обычно на их моду своей дичьей трансплантации. То есть если есть пациент, ну, предположим, который в поликлинике наблюдается с сердечной недостаточностью, с одышкой, постепенно декомпенсируется, у него возникают отеки и так далее, и чтобы пересадить ему сердце, если мы выяснили, что проблема в сердце, нужно установить диагноз, ну, хотя бы, как минимум, первая ступень, если это вообще будет возможно, нужен диагноз. Действительно, определенно, да, потому что, ну, опять-таки, при разных типах амилоидоза, да, то есть, как мы еще знаем, да, при некоторых типах амилоидоза вообще не имеет смысла в трансплантации. Тогда зачем нам искусственное кровообращение? Опять-таки, это будет путь никуда, к сожалению. То есть, ну, как бритш, мы можем использовать, но надо знать зачем, как вы уже и говорили. Спасибо. Ну, я думаю, что можно заканчивать, но ничего такого. Хорошо, тогда спасибо вам большое, Полина Павловна. Люди заботятся о людях. Эти слова – не просто слоган. Акрихин, одна из ведущих фармацевтических производственных компаний России, видит в заботе о людях нечто большее. Забота о здоровье пациентов и о будущем страны – стратегический приоритет компании. Акрихин входит в лидирующую пятерку крупнейших российских фармпроизводителей по объему продаж. Делая ставку на высокие технологии, компания выпускает эффективные и доступные по цене лекарственные средства высокого качества, обеспечивая потребности российских пациентов главных терапевтических групп. История Акрихина неразрывно связана с историей страны. 19 октября 1936 года на построенном в рекордно короткие сроки предприятии была выпущена первая партия противомалярийного препарата «Акрихин», который спас страну от свирепствовавшей в те годы эпидемии малярии. Название препарата дало имя и всему предприятию. В начале Великой Отечественной войны все важнейшее оборудование, сырье и техническая документация были эвакуированы в уральский город Ирбит для создания завода-дублера. На оставшемся оборудовании и в кратчайшие сроки, за трое суток, было организовано производство самовоспламеняющейся смеси КАЭС, которой заряжались знаменитые коктейли Молотова. В 50-е годы впервые в нашей стране осваивается производство синтетических гормонов, биологически активных веществ, регулирующих жизнедеятельность организма. За несколько лет «Акрихин» стал крупнейшим химико-фармацевтическим производством и с тех пор продолжает неуклонно наращивать объемы и ассортимент выпускаемых препаратов. В конце 1980-х началась новая эпоха в истории компании. «Акрихин» одним из первых в стране запускает кооперационное производство готовых лекарственных форм совместно с международной компанией «Кырка». В 1995 году «Акрихин» запустил программу импортозамещения, разработки, регистрации и производства препаратов, не выпускающихся в России. Важной вехой в истории компании стал 2007 год, когда «Акрихин» приобрел статус стратегического партнера крупнейшей в Восточной Европе фармацевтической компании «Польфарма». Качество, проверенное временем. Пожалуй, самое подходящее определение для препаратов компании, будь то производимый в 30-е годы препарат «Акрихин» или современные кардиологические, дерматологические, противотуберкулезные и другие лекарственные средства. «Акрихин» работает по высочайшим стандартам качества. Все препараты компании выпускаются в полном соответствии с требованиями GMP. «Акрихин» – первая российская фармацевтическая компания, получившая в 1999 году сертификат GMP уполномоченного органа представительства Германии на промышленное производство сердечно-сосудистых препаратов совместно с Bristol Myers Squibb. Всего в период с 2000 по 2016 годы компания успешно прошла проверку более 30 аудитов качества. «Акрихин» – один из немногих российских производителей, который имеет собственный центр научных исследований и разработок полного цикла. Это самостоятельное исследовательское, аналитическое и технологическое подразделение оснащено самым современным оборудованием и приборами, что позволяет компании проводить работы на всех стадиях разработок и внедрения новых генерических препаратов. В настоящее время исследовательские работы ведутся по более чем 50 препаратам. Компания осваивает производство 10 и более новых препаратов в год. Производство «Акрихина» – это современный высокотехнологичный комплекс. Производственный комплекс располагается в 20 километрах от Москвы и включает цеха по производству твердых и мягких лекарственных форм. В период с 2010 по 2016 годы компания реализовала инвестиционную программу «Консолидация», в результате которой была проведена модернизация производственного комплекса. Общий объем инвестиций за этот период составил более 35 миллионов евро. Инвестиции в реконструкцию микробиологической лаборатории составили более 50 миллионов рублей. Ее переоснащение позволило войти в число лучших лабораторий московского региона. «Акрихин» имеет большой опыт внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными фармацевтическими компаниями. По лицензионному и контрактному производству готовых лекарственных средств. В течение 2014-2016 годов в рамках программы импортозамещения компания выпустила 10 препаратов на рынок. В портфеле продукции «Акрихин» более 200 наименований лекарств. Более 30% из них входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. За счет этого растут объемы производства. За 2015 год на площадке в Старой Купавне было произведено более 70 миллионов упаковок. В этом же году стартовал социально значимый проект «Мэнэне», в рамках которого в ближайшие 3 года будет выпущено 80 препаратов. Все это помогает «Акрихину» эффективно выполнять главную миссию – заботиться о людях. На протяжении длительного времени «Акрихин» реализует программы по разработке и производству препаратов в таких социально значимых терапевтических сегментах, как туберкулез и сахарный диабет. В широком ассортименте высококачественной продукции «Акрихина» преобладают препараты низкой и среднеценовых категорий, доступные для абсолютного большинства населения страны. «Акрихин» – компания, в которой хотят работать люди. Благодаря системам мотивации, привлекательной системе оплаты труда, обучающим и развивающим программам, организации системы успешного менеджмента, компания привлекает лучших специалистов отрасли и растит их самостоятельно. Более 40% сотрудников «Акрихина» работают в компании 5 и более лет. За 80 лет компания достигла впечатляющих результатов в своем развитии. И сегодня находятся на новом этапе движения вперед, внедряя мировые эталоны качества и сохраняя верность принципам социальной ответственности. Бизнес «Акрихин» продолжает набирать обороты, однако в фокусе внимания неизменно остается забота о людях. Акрихин 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 А๋ Акрихин 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...